В одном из последних интервью, на телевизионном интервью, депутат Пашинский сказал о том, что будут внесены изменения в закон про нацбеспеку. И одним из таких изменений будет ужесточение по журналистам, по их деятельности. И что, дескать, если будет понятно, что журналист опубликовал или сказал какой-то фейк, или что-то еще, что не понравилось, то он может быть арестован в течение двух часов, как сказал Сергей Пашинский. И насколько я знаю, что завтра будет круглый стол в комитете по своим словам, я так думаю, по изменению этого закона и по некоторым другим вопросам. А как вы считаете, перед выборами такая риторика и попытки сжимать коды к журналистам? Некоторые люди говорили, что они отдадут свою жизнь за свободу слова и за то, чтобы определенные передачи и точка зрения того или другого журналиста была в эфире. Обещать не значит жениться, Михаил Александрович. И когда они видят, что реальные рейтинги их политических сил и их политических лидеров даже не проходят во второй тур, то только силой, только админресурсом, только подделками, фальсификациями можно что-то сделать, поэтому это и происходит. Я другого ответа здесь просто дать не могу, а саму постать, которую вы назвали, мне даже фамилию называть не хочется. Я абсолютно не уважаю этого нечестного, неправдивого и нехорошего человека. Ну а как вы считаете, есть ли шанс такого закона быть проголосован в Верховной Раде? Откровенно в нашей Верховной Раде может быть все что угодно. Я скажу, что давайте откровенно, за все последние 20 лет в Украине так и не было ничего сделано для свободы слова, для того, чтобы телевидение не принадлежало олигархам, чтобы мы имели громадское, как мы говорим, телевидение. Ну почему? Ну почему? На первом канале же работает громадское талабачение, его возглавляют дыра полосами. Да, давайте откровенно себе говорить. Может сегодня хоть какой-то канал за счет своей деятельности существовать? Нет. Все сделано таким образом, что самодостаточной бизнес-структурой это быть не может. Если это не самодостаточная бизнес-структура, значит она попадает под влияние того или другого олигарха, который должен давать деньги на содержание канала и соответственно он заказывает ту музыку. И только единичные люди, там у нас один-два канала, где можно прийти и спокойно высказать сегодня свою точку зрения. Мне, допустим, по ряду каналов, там хотите буду перечислять, хотите нет, мне просто люди, выпускающие редактора, сказали, что твоя фамилия там зачеркнута и тебе запрещено появляться на Интере, тебе запрещено появляться на ТРК Украины.